Глава 3. Крещение Руси Святослав и Калакир Результаты похода 964-965 годов не могли не поднять авторитет Руси в глазах византийского союзника, который старался всеми силами привлечь Святослава к решению внешнеполитических проблем империи. Византийскому правительству требовался человек для переговоров со Святославом. Выбор пал на византийского дипломата, сына стратига херсонесской Фемы области Калакира. Калакир был человек столь же энергичный, сколь и честолюбивый. Язык славян и их нравы он знал хорошо, ибо встречался с ними в Херсонесе, а будучи византийским офицером, плечом к плечу со славяно-русами сражался в Сирии против мусульман. В Киеве Калакир заключил выгодный для Византии договор, по которому русы обязались принудить к покорности болгарское царство, но честолюбивый посол втайне мечтал об императорской короне. Он решил опереться на войско русов и, свергнув старого императора Никифора II Фоку, захватить власть в Константинополе. Выполняя договор, русы высадились в устье Дуная, разбили болгарского царя Петра и овладели Болгарией. Петр вскоре умер, а пленные царевичи были отправлены в Византию, где их заточили, предварительно одного оскопив, и изуродованный таким образом человек лишался права на престол. Планы Калакира стали сбываться. Князь славяно-русов Святослав стал ему другом. В коротком переходе от Константинополя стояли русские дружины, подошли к нему и союзники, печенеги. И в самом Константинополе сложилась ситуация, благоприятная для Калакира. Престарелый Никифор II Фока, прекрасный полководец и администратор, был крайне непопулярен в собственной столице. Фока поддержал монахов с горы Афон, выступив за бедные духовенства против богатых монастырей и епископов. Император сильно урезал доходы церкви. Так он приобрел средства на военные расходы и вражду церковных иерархов. Кроме того, Базилевс, титул императора Византии, увеличил налоги на ремесленников и рыбаков, а с налогами выросли и цены. Городское население роптало. Фоку поддерживали только пограничные воины Акриты, но они оказались слишком далеко от столицы в решительный момент. В довершении своих бед Фока был стар и некрасив. Его жена императрица Феофано отдала свое сердце красавцу Иоанну Цимисхию. Созрел заговор. Заговорщики с помощью императрицы проникли во дворец и безжалостно убили старого императора. 969 год. Однако, став императором, Цимисхий сослал Феофано и непосредственных убийц, сделав исключение для себя на острова Егейского моря. Несчастью Калакира, замысел которого открылся еще при Фоке, Цимисхий оказался способным и деятельным полководцем. Новый Базилевс бросил на Святослава и Калакира, созданные его предшественником, отличные войска. Кроме того, еще Фок успел распорядиться, чтобы союзники Византии, левобережные печенеги, напали на Киев. Поэтому Святославу пришлось оставить Болгарию и устремиться на Русь спасать собственную столицу, свою старую мать и детей. Но когда он подоспел к Киеву, война уже завершилась, не начавшись. Пришедшие с севера войска воеводы Претича остановили печенегов. Их хан обменялся с Претичем оружием и, заключив мир, ушел в Приднепровские степи. Святослав, бросивший все в Болгарии, обнаружил, что в Киеве он совсем не ко двору. Там крепла христианская община, и не устраивал князь-язычник. Сам Святослав не жаловал христиан, да и вообще ему было нелюбо сидеть в Киеве. Надо сказать, что появившаяся у Святослава идея устроить новую столицу на окраине своей земли была не так уж нелепа. То же самое сделал Петр Великий, создавший Петербург, в котором сосредоточилась шумная жизнь нового общества. И точно так же, как шведы не хотели иметь рядом с собой столицу Петра, греки не желали близкого соседства с воинственным Святославом. Ольга просила сына не покидать ее, но старая княгиня скоро умерла, и Святослав поспешил вернуться в Болгарию, где ситуация также изменилась не в его пользу. Византийцы вышли на равнину северной Болгарии и захватили город Преславу, Преслав. Болгары быстро перешли на сторону греков, русы уже разочаровали их насилиями и жестокостью. Успевший покинуть Преславу отряд русов вместе с Калакиром ушел на Дунай, в город Переславец. Дальнейшая судьба Калакира нам неизвестна. Печенеги тоже оставили Святослава. Покинутый союзниками, он с небольшой дружиной противостоял теперь и византийским войскам, и восставшей Болгарии. Святослав и Цимиский Весной 971 года Цимиский, прервав притворные переговоры со Святославом, подошел к Переиславцу с лучшими войсками империи. Одновременно в Дунай вошла греческая эскадра из трехсот кораблей. Переиславец пал после трехдневного штурма и наступил последний акт трагедии. Русы не могли воевать в чистом поле из-за отсутствия конницы и заперлись в городе Доростол. Греки обложили эту небольшую крепость со всех сторон. Русы приняли бой, они сражались героически, в пешем строю отковали византийцев, и только удар латной конницы спас Цимисхи от поражения. Всю ночь после этой битвы, когда в русской дружине не осталось ни одного нераненого воина, в крепости горели костры. Русы на берегу Дуная приносили в жертву младенцев и петухов, моля своих богов о победе. Большие потери с обеих сторон и голод в русском стане подтолкнули противников к переговорам. Посреди Дуная встретились роскошная ладья императора Ромеев и простой челнок, в котором одним из грибцов был князь Святослав. Русский вождь в белой рубахе до колен ничем по виду не отличался от простого воина. Бритая голова, длинный чуб, опущенные вниз усы и серьга в ухе делали его облик совсем восточным. Грекам не нужна была жизнь Святослава и его дружины. Они согласились дать русам уйти. Святослав за это обещал отступиться от Болгарии. Пропущенные греческой эскадрой русские ладьи спустились по Дунаю в Черное море и добрались до острова Березань в древности остров Буян в Днестровском лимане. Дальнейшие события кажутся довольно странными. Святослав не пошел к столице, а расположил обессиленные ранами, лишениями и переходом войска на Березань. Скоро обнаружился недостаток продовольствия. Казалось бы, нужно было двигаться по речным долинам к Киеву. Так и поступил один из воевод-князя Свенальд. Он покинул Святослава, с частью воинов поднялся по Южному Бугу и вышел к Киеву. Что же заставило Святослава остаться на острове Березань и провести там мучительную голодную зиму 971-972 года? Вряд ли это была боязнь на столкновение с печенегами. Ведь прошел же Свенальд, а главное, печенеги были единственными, кто продавал русам провизию, следовательно, какие-то отношения с кочевниками у Святослава были? Скорее, дело было в том, что на Березане в войске Святослава произошел раскол. Русы и язычники обвинили в поражении русов-христиан, входивших в дружину. Неудачу похода язычники объяснили гневом своих богов Перуна и Волоса, и остров увидел страшные сыны. Были замучены и убиты все дружинники-христиане. Среди погибших оказался и родственник Святослава Улеп. В Киеве не могли не знать о кровавых событиях на Березане. Киевские христиане, составлявшие большую и влиятельную общину, поняли, что их ждет, когда Святослав с ожесточенной дружиной войдет в собственную столицу. Как же развивались события дальше? Все летописи сообщают, что весной 972 года русы из Березани двинулись в Киев. Почему-то для возвращения они избрали не узкий и тихий южный бук, а порожистый Днепр, где у злополучных днепровских порогов, русов ожидали левобережные печенеги. В короткой битве дружина Святослава была полностью истреблена, и печенежский хан Куря обзавелся чашей, сделанной из черепа князя. Возникает вопрос, кто предупредил кочевников о том, что Святослав с измученным голодом и болезнями войском идет по Днепру. Это мог сделать тот, у кого было достаточно времени, кто поддерживал связь с Березанью, знал условия жизни на острове, а главное, очень не хотел, чтобы эта дружина пришла в Киев. Историки прошлого века считали, что печенегов на Святослава направили византийцы, но для этого им нужно было проплыть все Черное море, уведомить Синклит, совет императора, с решением Синклита вновь через Черное море добраться до левобережья Днепра, найти в необъятной степи печенегов и, вручив полагающиеся по такому случаю дары, уговорить степняков. Мы можем допустить, что у Цемисхи чудом хватило времени получить информацию о дружине Святослава, а затем снести с печенегами. Но если Базилевс хотел истребить русов, он мог сделать это проще, сжечь греческим огнем беззащитные ладьи русов еще на Дунае. Кто действительно был заинтересован в гибели князя и его войска, это киевские христиане, во главе которых стоял старший сын Святослава Ярополк. Он-то знал, что происходит на Перезане, и он мог сговориться с печенегами. Вспомним, еще в 969 году воевода Претич братался с печенежским ханом. Следовательно, можно считать, что вина за смерть Святослава и гибель его дружины лежит не на христианах Константинополя, а на христианах Киева. Прощание с русами Итак, с гибелью князя-язычника Киевская Русь стала превращаться в тихую и спокойную державу, где христианское учение приобретало все больше сторонников. Подумаем, пошло это во вред или на пользу Руси? Если бы Святослав восторжествовал, он превратил бы Киев в базу разбойничьих набегов, в нечто подобное тому, чем был Балтийский остров Руга, современный Рюген. Там гнездились славянские пираты, молившиеся Богу Свято Виту и наводившие ужас на немецких и датских купцов. Пираты воевали со всеми вокруг и в конце концов были уничтожены. Такая же судьба ждала державу Святослава, который враждовал бы с племенами, обкладываемыми данью, и с христианами, обычно казнимыми им. В итоге у киевского князя не осталось бы друзей. Со смертью Святослава военно-языческая партия в Киеве ослабла. Силы и влияние стали переходить к христианам, и это вызвало эмиграцию части русов из киевской державы. Покинуть Восточную Европу для них не составляло особого труда, так еще в девятом веке подвижные и агрессивные русы действовали за ее пределами. Так в 844 году русы, да проклянет их Аллах, как писал арабский автор, высадились в Андалузии и попытались пробиться к Севилье. Мусульманские войска отразили удар и сбросили врагов в море. Ясно, что русы великолепно знали дорогу на запад. Туда они и направились, как только их вынудило к этому ситуации. Путь их лежал в Рум и Андалуз. Руму, то есть Византии, были очень нужны воины для борьбы с мусульманами. Русов-наемников ждали сражения с войсками халифата на восточных границах Византийской империи. Направившиеся в Андалуз, Испанию, были хорошо знакомы с саблями и стрелами берберов и предпочли напасть на христианскую Галисию, область в Испании. Их первыми подвигами в кавычках стали разорение побережья, сожжение монастырей и убийство священников. Три года они свирепствовали в этой земле. Край пришел в запустение. Наконец, герцогу Гонсалуо Санчесу удалось собрать войска и разбить захватчиков. Русы погрузились на корабли, уплыли, и больше о них неизвестно ничего. Поскольку мы знаем географию лучше, чем люди в X веке, то можем предположить, куда направились русы. Поход на юг маловероятен, ибо мусульманские владыки умели отражать набеги, и русы знали об этом очень хорошо. На север путь лежал через Бискайский залив, один из самых бурных районов Атлантики, где опасно ходить даже в наши дни. Наиболее вероятной поэтому остается дорога на запад, видимо, та самая, по которой викинги достигали Америки. Но нам неизвестны следы русов на этом континенте. Скорее всего, остатки этого буйного племени покоятся на дне Атлантического океана. С гибелью этого отряда русов была окончательно перевернута страница истории, повествовавшая о взаимоотношениях древних славян с русами. Напомним, что в IX-X веках эти два народа иногда враждовали друг с другом, а иногда вступали в тесный контакт. Контакт между славянами и русами более всего был характерен для Киева, где господствовали русы и славянофилы. Там-то и сложилась славяно-русская этническая общность. Сближение русов и славян было настолько тесным, что русы передали славянам и свое имя, и своих князей. Земля-полян стала называться Русью. Но древний конфликт славян и русов сменился другим, не менее кровавым и тяжелым. Брат на брата Возглавивший после смерти княгини Ольги Киев и киевскую христианскую общину Ярополк Святославич был связан договорами с Константинополем и Печенегами. На севере в Новгороде христианству противостоял балто-скандинавский культ Перуна в литовске Перкунаса богообновленной языческой религии. И хотя Киев оставался языческим городом, культ Перуна, принесенный с берегов Балтийского моря, киевлянам вовсе не был симпатичен. Академик Рыбаков справедливо считал, что Перун не является исконно славянским божеством. Славяне верили в Хорса, солнце, персидский хуршит, почитали женское божество Мокош, небесного Дашь Бога, скоть его Бога Волоса. Как всякие уважающие себя боги, славянские тоже требовали почитания, но не человеческих жертв. Совсем другим был культ Перуна, бога войны и громовержца, с приходом которого земля обогрелась кровью жертв. Ненависть киевлян к культу и поклонникам Перуна обострилась. Случаи человеческих жертв только подталкивали многих к крещению, ведь никому не хотелось быть принесенным в жертву, а это угрожало каждому. Жрецы, выбрав жертву, убивали ее, оставшиеся в живых должны были ликовать. В столь острой ситуации столкновение полярных мировоззрений, а вернее мироощущений, было неизбежным. Началась долгая и упорная борьба Ярополка со сторонниками Перуна, которых возглавлял сводный брат Ярополка Владимир, сын наложницы Святослава, ключницы Малуши. Летописец описывает все последующие события как деяния князей, но мы знаем, что в действительности князья были очень молоды. Владимиру и третьему сыну Святослава Олегу было около 15 лет, Ярополк был чуть старше. Эти юноши вряд ли могли проводить самостоятельную политику, за ними стояли опытные и влиятельные мужи, опиравшиеся на население определенных земель. Именно поэтому последующая политическая борьба столь интересна и существенно для нашей темы. Итак, победа Печенегов над Святославом, принесшей Ярополку власть, на какой-то период объединила Древнюю Русь. Почти все славяно-русские земли под Днепру и Новгород на севере подчинились Ярополку. Короткий набег на Овруч избавил его от младшего брата Олега, князя Древлян, 977 год, и подчинил его земли Киеву. Владимир же со своим дядей Добрыней был послан в Новгород еще Святославом. После гибели Олега, боя старшего брата, Владимир Святославич бежал в Швецию. Казалось, было достигнуто желанное единство страны. Но оно оказалось хрупким, ибо славяно-русские пассионарии того времени были полны стремления бороться за близкие мировоззрения и желанные цели. Владимир вернулся в Новгород как приверженец злых балтийских богов. Возглавив войско из варягов и новгородцев, он сначала напал на Полоцк, убил его князя Рогволда и присоединил Полоцкую землю к Новгороду. Затем последовал захват Смоленска. И вот в 980 году великим путем из варяг в Греки Владимир подошел к Киеву. В окружении Ярополка оказались изменники. Очевидно, он не всех устраивал. Воевода Блуд ложными советами поставил князя в очень трудное положение. Владимир блокировал его в крепости Родне. Среди осажденных начался голод. Тот же Блуд посоветовал Ярополку выйти из крепости и договориться с братом о мире. Встречи порешили быть в шатре между крепостным рвом и палатками осаждавших. Когда Ярополк вошел в шатер, два прятавших с там варяга пронзили его мечами. Так языческая партия одержала полную победу. Однако Владимир человек неглупый хотя жестокий и беспринципный увидел что культ Перуна не популярен на юге. Пассионарная наиболее энергичная часть киевлян уже крестилась. Владимир естественно следил за общественными настроениями в столице так как не мог с ними не считаться особенно после того как расстался с своей варяжской дружиной не желая платить варягам заработанные ими в походе деньги. Не без помощи киевлян варягов собрали на берегу Днепра якобы для того чтобы выплатить жалование потом посадили в лодки без весел оттолкнули от берега и сказали плывите по реке вниз в Царьград там заработаете много денег а к нам не возвращайтесь. Но одновременно Владимир послал гонцов в Константинополь они предупредили греков чтобы те не доверяли их бог Перун не только злой но и лживый. Владимир посоветовал грекам принять варягов но разделить их и разослать по нескольку человек в разные гарнизоны чтобы в окружении местных воинов варяги были безопасны. Последствия лжи Во внешнеполитической деятельности Владимира в 80-х годах 10-го века сочетались успехи и неудачи На северо-востоке с Русью соседствовало сильное булгарское царство принявшее одно из мировых религий ислам Волжская Булгария непосредственно граничилась двумя городами княжествами Муромом и Суздалем В непрекращающихся пограничных конфликтах брали вверх то булгары захватывая Муром то славяне занимают булгарские становища В результате постоянной борьбы на границах населения Волжской Булгарии являвшиеся одним из предков современных казанских татар было смешанным Нападавшие на русские селения булгары убивали мужчин и захватывали в плен женщин и детей мусульмане продавали в рабство а женщин делали своими наложницами от смешанных браков рождались Мурады и Фатьмы но потом на булгарские селения нападали Суздальцы и Муромцы захваченных детей они делали своими работниками а пленных булгарок брали в жены на свет появлялись все славы да любавы Таким образом различие между двумя этносами было не антропологическим не расовым и даже не экономическим ибо хозяйственные системы в Волжской Булгарии и Северо-Восточной Руси были очень похожи эти отличия были религиозными но религиозный мусульманский фанатизм в Волжской Булгарии еще не восторжествовал и вера служила лишь индикатором отличий волжских булгар от славян Попытка Киева присоединить великий булгар стоявший на берегу Волги недалеко от нынешней Казани была безуспешной Отмечая неудачный поход Владимира и Добрыни 985 год летописец скупо заметил что с тех кто носит сапоги даней не получить а надобно искать лапотников и так на этом направлении деятельность Владимира успеха не имела зато ему удалась другая операция лишь в сочинении Иоанна Мниха есть упоминание о захвате Тьму Таракани где еще находились остатки Иудео Хазар но и в этом сочинении только одна фраза говорит о походе во время которого русские войска совершенно свободно прошли из Киева через Северный Кавказ вдоль Терека до Каспийского моря 986 год Тьму Таракань стал одним из русских городов и достал свой дел сына Владимира Мстислав Мстислав был посажен на княжеский стол Тьму Таракани шести лет от труду таким образом здесь как и в случае с Ярополком Владимиром и Олегом княжеское имя использовалось летописцами не как имя реального вершителя судеб а лишь как вывеска символ обозначавший существование группировки политических сил любопытно что то же самое в отношении франкских королей отмечает французский историк Агюстент Ери в своих очерках о раннем средневековье когда западная часть распадавшейся империи Карла Великого то есть нынешняя Франция вышла сражаться за Карла Лысого французы понятия не имели о том кто это такой но они сражались и очень храбро за те принципы которые формулировались под общим лозунгом служения Карлу Лысому точно так же немцы сражавшиеся за собственные интересы считали что бьются за Людовика Немецкого но вернемся к Владимиру а именно к его Корсунской операции имевшей серьезные последствия в конце десятого века Болгария наполовину захваченной Византией испытывала могучий интеллектуальный подъем Причем не меняя официально православного вероисповедания принятого в 865 году болгары сильно отошли от Византии по мировоззрению Нашелся поп Богумил который изложил священную историю следующим образом Одновременно с Богом существовал падший ангел Сатанаил Он пребывал у мирового океана и горько плакал Творец пожалел его и создал по желанию Сатанаила сушу А Сатанаил сделал людей но не смог их одухотворить Он снова обратился к Богу и обещая полное послушание попросил оживить его творение Тогда Бог вдохнул в людей душу но Сатанаил обманул Бога ибо создал Каина устроил первое убийство и начал всячески пакостить Всевышним Причем свирепствовал он используя людей одухотворенных Богом но сбитых с пути им Сатанаил Бог послал против Сатанаила ангелов которые скрутили того и отняли у его имени суффикс ил в котором была заключена мистическая сила лишенного силы уже Сатану а не Сатанаила ангелы загнали под землю Все духовное Богомил считал божественным и добрым а все материальное сатанинским и злым служить Богу нужно было отрицая все злое то есть материальное а означало это на деле отрицать города храмы живопись иконы отрицать весь христианский обряд ведь в христианстве считает что мир создан Богом и потому благ Богомилы были не уникальны в своем мироощущении назвать которое религиозным неверным таких учений в 9-12 веках появилось много они были крайне разнообразны и распространены от Тибета на востоке до Аквитании на западе при всем их разнообразии объединяло эти учения то что они считали злом материальный мир и потому относились к нему враждебно раз нет реальной жизни то нет лжи и правды и не надо никого жалеть ведь страдания призрачны люди войдя в мир фантастических представлений и заклинаний были искренне убеждены что становились хозяевами этого призрачного мира мы назовем эти враждебные материальному миру системы мировоззрения негативными к негативному мировоззрению толкали людей и ужасные условия действительности и просто обывательская затхлась жизни тягостная для энергичного пассионарного человека но независимо от истоков учения и от способов осуждения реального мира негативные системы мировоззрения логически оправдывали убийства и злодеяния учения богумилов названные так по имени основателя было типичной негативной системой так же как и учения французских альбигойцев македонских манихеев павликиан византии карматов и исмаэлитов мусульманского мира как видим негативные системы захлестнули католическую Европу и мусульманский мир и византию при этом только греки сумели справиться со сторонниками метафизического зла после разгрома твердыни павликиан крепости тефрика византийцы в девятом веке стали контролировать и манихеев македонии но в десятом веке болгарские богумилы сделали из своего учения довольно неожиданный практический вывод бей византийцев для достижения поставленной цели они использовали все средства так под видом православных священников богумилы шли на Русь тяготевшую крестьянство видимо не без их влияния и предпринял Владимир совершенно нелепый поход на Корсунь Корсунь по гречески хирсонес находившийся недалеко от современного Севастополя имел прекрасные укрепления спасшие немало христиан еще во время похода Песоха взять этот город Владимиру помогло предательство корсунского попа Анастата по другим источникам варяга жить берно изменник послал в стан русов записку на стреле в послании сообщалось где проходят трубы по которым в осажденный город поступает питьевая вода Владимир разрушил водопровод и жажда заставила корсунцев сдаться но удержаться в Крыму Владимиру не удалось он принял в жены греческую принцессу вернул корсунь византийцам и отступил новый путь итак Владимир запятнал себя убийством Рогволда и его сыновей которые были ни в чем не виноваты и даже не воевали с ним он изнасиловал дочь Рогволда Рогнеду та даже хотела убить Владимира мстя за смерть отца и братьев Владимир вероломно умертвил собственного брата предал он своих боевых товарищей варягов у этого князя и тому свидетельство летопись грехов было достаточно на его репутацию воителя тяжким грузом легла корсунская авантюра так что же светлая память о нем сохраненные потомками до наших дней может быть назван незаслуженной нет историческая память связывает образ Владимира не с его личными качествами и политическими успехами а с деянием более существенным выбором веры одухотворившей жизнь народа в самом деле распространив свою власть практически на все славяно-русские земли Владимир неизбежно должен был придерживаться какой-то как сказали бы сегодня общенациональной политической программы которая по условиям того времени выражалась в религиозной форме к религиям теистическим системам мировоззрения оказывавшим существенное влияние на ситуацию в Восточной Европе в 10 веке следует отнести православие католичество и ислам русские искатели веры должны были представлять и вполне представляли себе различия этих основных религий последнее неудивительно киевские купцы и воины постоянно бывали в Константинополе сражались на Крите и в Малой Азии торговали с египтянами и сирийцами ездили в Волжскую Булгарию и Хорезм принятие определенной веры автоматически приводило их к ориентации на вполне определенные группировки внутри страны поэтому предстоявший князю Владимиру выбор веры легким не назовешь а ведь у этой проблемы был и международный аспект обусловленный постоянными суперэтническими контактами во время предшествовавшие крещению Руси нарастали грозные признаки грядущего раскола в дотоль едином христианском мире и здесь в основе идеологических споров также лежали природные объективные процессы этногенеза находившиеся в фазе пассионарного подъема западноевропейская суперэтническая целостность ощущала свое отличие от других суперэтносов очень остро и облекала его в ризы церковного превосходства именуя христианским миром только себя борьба между православием и католичеством начинала переходить из сферы теологических разногласий в область политики германский император оттон второй на имперском сейме 983 года в Вероне добился решения о войне против греков и сарацин такое уравнивание православных христиан с мусульманами уже не позволяло говорить о единстве церкви Христа делало вполне реальной угрозу католического натиска на восток в том числе и на Русь на Руси это понимали слишком хорошо так как еще до Веронского сейма польский король католик Мешко первый воевал с киевским князем из-за червленой Руси Галиции а уже упоминавшийся оттон второй с западными славянами на реке Эльбе Лабе сами обстоятельства выбора веры Владимиром широко известны и изложены в повести временных лет в соответствии с версией Нестора князь желая понять разные исповедания отправил своих посланцев в соседние земли и затем принял представителей всех тогдашних учений насколько реальны эти подробности нам не столь важно ибо куда большее значение имеет приведенная Владимиром мотивировка своего решения креститься по греческому обряду Говоря о мотивах учтем что кроме догматов в любой религии существуют обычаи традиционно передаваемые из поколения в поколение Такие обычаи для новообращенных порой значат больше чем священные книги особенно если эти книги написаны на непонятном языке Так главная книга ислама Коран написана на арабском языке славянам непонятно Обычаи мусульман например не пить вино не есть свинину просты но для славян были неприемлемы и вот почему по русскому обычаю князь делил трапезу с дружиной этот обязательный ритуал скреплял дружбу князя с воинами а что могло быть для князя важнее менее значимым но довольно существенным было еще одно обстоятельство славяне и русы привыкли к хмельным напиткам так как вино и пиво снимали усталость походов но строгий ритуал пиров не допускал буйства во хмелю конечно и арабы приняв ислам не перестали пить вино но делали это в узком кругу родных и друзей в публичные места являясь трезвой у них не было ритуалов пиров и соответствующих им стереотипов поведения в итоге мусульманским мулам Владимир отказал известными словами руси есть веселье пити сложнее причина отказа Владимира немцам католикам его слова не ясны идите откуда пришли ибо и отцы наши не приняли этого попробуем разобраться что именно не приняли отцы в середине 10 века на Русь прибыл епископ Адальберт с миссией крещения княгини Ольги и киевлян Адальберт потерпел неудачу но не по своей нерадивости известно что в середине века на святой престол иногда всходили очень грешные папы в 955 году на папский престол воссел 16-летний юноша нареченный папой Иоанном XII ватиканский двор стал вертепом продажных женщин если папа был только охотником игроком волокиты и пьяницы то это был бы еще полбеды но римский первосвященник давал пиры с возлияниями в честь древних языческих богов и пил за здоровье сатаны конечно весть о таких подвигах достигали Руси хронологическое совпадение бесчинств в Риме и изгнание Адальберта из Киева случайностью быть не может поэтому традиция отвержения латинской веры и сознательного выбора греческой действительно восходит к предкам Владимира на княжеском столе княгине Ольге ее внуку Ярополку а вот рассказ о приходе к Владимиру хазарских евреев пример явного литературного творчества Нестора евреи якобы признаются Владимиру предана быть земля наша христианами на самом деле в 10 веке Палестина была в руках мусульман летописец сместил даты примечательно что по летописи Владимир не обращался к иудеям а только принял их чтобы прогнать следовательно летопись Нестора фиксирует последнюю попытку хазарских иудеев прибрать к рукам киевского князя сделанную тогда когда хазарский каганат уже не существовал исход попытки известен Владимир был проницателен военно-политические следствия выбора веры были очень велики сделанный выбор не только дал Владимиру сильного союзника Византию но и примирил его с населением собственной столицы некоторые сопротивления крещению оказали на первых порах предпочитая язычество Новгород и чернигов но язычники Новгорода были сломлены военной силой а через некоторое время чернигов вместе со Смоленском также приняли христианство теперь перед киевским князем оставались лишь внешнеполитические проблемы в степях между Русью и Черным морем царили печенеги именно печенеги богатевшие на торговле с Корсунью и Византии выступили против князя Владимира нам известен только результат столкновения которое предположительно вылилось в немалую войну Владимиру пришлось огородить свои земли чистоколом поставить сторожей а также отказаться от гегемонии в южно-русских степях и от выхода к Черному морю враги русских и Византии печенеги в 10 веке были язычниками в 11 веке это племя приняло ислам обращение в магометанство сопровождалось междуусобной войной часть кочевников крестилась но большинство обратившись в ислам стало враждовать с греками переход в ислам войны с Византией и внутренние смуты сковали силы кочевников их к концу 1 и 3 11 века избавили Русь от печенежской угрозы что же происходило на Руси мы видим как православная церковь постепенно распространяла свое благотворное влияние строила храмы и монастыри учила людей грамоте и живописи только в Ростове в Мирянской земле долгое время сохранялись две городские общины христианской и языческой в одном конце города стояла православная церковь в другом находилось капище бога Мирян Керемета при этом христиане и язычники сосуществовали довольно мирно а после того как Миряне убили двух особенно назойливых миссионеров их и вовсе оставили в покое и так Владимир пошел по пути который наметила мудрейшая из людей княгиня Ольга избравшая православие вступив на этот путь сбросив гнет купеческого капитала рак донитов Русь пришла к крещению девятьсот восемьдесят восьмого года сила проповеди православия была и в политической умеренности византийской империи и в искренности константинопольских патриархов и в очаровании греческой литургии церковной службы Византия хотела от Руси дружбы и прекращения бессмысленных набегов на побережье Черного моря Греческие богословы не сдабривали проповедь православия лукавыми политическими хитросплетениями Важным оказалось и то что православие не проповедовало идеи предопределения и потому ответственность за грехи творимые по собственной воле ложилась на грешника Это было понятно и приемлемо для язычников Принятие христианских норм морали не было психологическим насилием для новообращенных которые привыкли к элементарному противопоставлению добра и зла Добро и мудрость христианства в 988 году сразились с Перуном и стремлением к нажире действительным божествам рахдонитов Крещение дало нашим предкам высшую свободу свободу выбора между добром и злом а победа православия подарила Руси тысячелетнюю историю Продолжение следует...